Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала Кашпоштица. С вами я, Наталья Петровская. И вот сегодня у меня такая прогулка. Видите, за мной какой прекрасный лес. И прогулка у меня коротенькая, минут на 40, не больше. Потому что очень много дел. Я приехала на самом деле, знаете куда? Я приехала в СНТ, где живет Лена Демьянчук. Наш известный розовод, розовая фея, которая так много людей научила обращаться правильно с цветами. Я показывала, у меня несколько есть выпусков. Еще будет много выпусков. Потому что Лена меня приглашает на мастер-классы. Я с удовольствием хожу на ее мастер-классы. И каждый мастер-класс бесценный. А сейчас я приехала по личному делу. Потому что несколько дней назад я заказала у Лены столики. Тоже делала по этому поводу выпуск. Заказала два столика. Один для себя, другой для мамы. Лена их сама делает. Вот мне, знаете, нравится, когда женщина, несмотря на то, что наступает такой возраст, когда можно отдохнуть, там с ногами посидеть, ничего не делать, Лена не угомонная, такая же, как и я. Старость нас дома не застанет, точно. И так вот Лена, значит, занимается розами, пишет видеоуроки по розам. А в такую вот зимнюю погоду Лена делает всякие изделия. Она владеет декупажем, она владеет техникой вот этой эпоксидной смолы. И столики я у нее, которые заказала, они с настоящими живыми цветами, которые летом бережно были Леной собственноручно высушены. Сохранили все природные краски. И Лена из этих цветов, сухоцветов делает прекрасное изделие. Вот в частности, там разные у нее колокольчики, новогодние игрушки, всякое-всякое. А я заказала два столика. Один для себя, другой для мамы. Такие кофейные приставные столики, очень маленькие, 30-сантиметровые в диаметре, здесь с живыми цветами. Сейчас вам все буду показывать. Для чего они мне нужны? Я очень люблю, знаете ли, развлечься в ванной с большой пеной. И мне хочется вот так пить. Чай или кофе вот так ставить. Вот так прям раз ставить. Вот, а в ванной нет у меня такого приспособления. Вот. Я буду приносить этот столик, ставить рядышком. Также этот столик у меня будет стоять около дивана. Ну, он такой передвижной, небольшой и очень удобный. Мне нравится, что у него такая нога, которая под стол залезает. Ой, под диван. То есть он не мешает абсолютно. Да. Сегодня, видите, какая снежная погода. В отличие от моего СМТ, у Лены СМТ чистят. Там шлагбаум, сюда посторонние машины не заезжают. Ну, и мне самой хотелось бы пройтись, потому что, несмотря на то, что я только что два часа ходила на дефиле, по свежим воздуху я же обещала гулять. Вот я так гуляю. Сейчас прогуляюсь туда пять минут, обратно пять минут. Вот моя вся прогулка в десять минут закончилась. Ну, по такой погоде и десять минут это тоже хорошо. Люблю я, знаете, вот такие открытые пространства, где можно поглазеть что-то у соседей. А вот такие стены не люблю. Ай, вон уже Ленин дом виднеется. Дом без роз сейчас. Наверное, впервые я приезжаю, когда... Не, была я в прошлом году тоже, когда уже не было никаких роз. Вспоминаю, по-моему, была. Ну, покажу вам потом столики и на обратном пути еще попрощаюсь с вами. Смотрите, как симпатично. Даже хотя и нет роз, но зато светятся окна. Это мастерская здесь Елены находится. И вот ее белые конструкции. Она не убирает арки, я тоже не убираю. Такие же арки у меня есть. Мне тоже Ленин супруг сделал такие арки. Вот. И вот такой зимний сад. Зимний сад. Что там? Холодом объят. Деревья спят. Поэтому не помню песню, но мотив сейчас в голове зазвучал. Штамбы все лежат. Спокойненько. Вот они тоннели, которые мы тоже делали. Сейчас я позвоню, Леня, а то буду мерзнуть. Хочу вам показать, как зимний Леночкин декор украшает дом. Вот эти вот зонтницы. И вот такие вот колокольцы. Ничего им нет. Эта смола. Да? Бусинки. Очень красиво. Кормушку тоже делает Сергей, муж. Лена, и такая красивая кормушка. Леночка, привет! Это блогер пришел. Он в каком-то красивом голубом сегодня. Ты сразу снимаешь. Я снимаю твою работу. Но еще светло. Давно жду. Я два часа ехала больше. Ну да, почти. Ох, я в царстве. Смотрите уже, какая красивая наряженная елка. Игрушки какие. Все мои игрушки. Все твои игрушки? Да. Вот смотрите, как здесь над столом. Вот это красиво. Я все, губы, да, губы красю. Я не предательница. Я не буду показывать без губ. Вот это все. И такая гостиная у Лены, значит. И вот стоят наши столики. Это заготовки для тех, кто заказывал. Лена работает по полной программе. Вот это такая с драконом штука для хранения игрушек. Лен, забыла модное слово. Как называется коробка вот эта? Это фолиант. Как? Фолиант. Фолиант. Вот. И вот такие игрушки. Все, все, все. Ручная работа. Все лично сделано Леной. А вот наши столики. Вот это маминым. К маминым синим глазкам. У меня у мамы такого цвета глаза. Вот прям без преувеличения. И это прям для нее. Розы, клематисы, анютины глазки, гвоздички. Каких тут только нет вообще. И моя любовь. Сейчас покажу. Море. Море. Около моря растет, конечно же, роза. Еще одно море после тебя заказали. Да. Ну а как такое море не заказать? Сейчас вот буду делать все время никак. Смотрите, как красиво. Надо партию доделать, потом ко второй партию. Там вон ракушечка с... Видно ли? С жемчужинкой. Но здесь можно рассматривать бесконечно. Видите? Дно морское. Вот так можно посмотреть. Вот такая красота. Так, вот это мне подарили, как новогоднюю игрушку. Сказали, что это я такая. Вот всегда мужу говорю, будешь обламывать крылья, начну летать на метле. Он мне не верит, не верит, что буду летать на метле. Вот. И вот такое, представляете, это тоже ручные работы. Роза. Сейчас уже розы отцвели, но они зацветают здесь вот у Лены в мастерской. Это свеча, но я не знаю, как жечь такую свечку, мне жалко. Нет, нет, сейчас объясню. Жечь очень просто. Сейчас послушай мастер-класс, как жечь такую свечу. Вот уже свечка, которую я жгла. У нее, видите, здесь вот так она сгорает. То есть образовывается так называемый подсвечник. Чаша такая, да? Чаша. Вот. И сюда в эту чашу обыкновенную чайную свечечку вставляем. Ну, это я у меня искусственная, электрическая. А так вот обычную. Обычную здесь можно ножиком вот подрезать. И, пожалуйста, вам свеча. Меняем. Это называется вкладыш. Вот вкладыш я делаю всего по 300 рублей. То есть вкладыш можно... Вкладыш вот этот отдельный, да? Отдельный в виде розы, да? Отдельный вкладыш, да. Тебе подарю. Не отдельный. Смотрите, какие для свеч удобные, чтобы тушить, чтобы фитиль обрезать. Мне просто недавно подарили мои бывшие арендодатели такой набор. И у меня такая вот штуковинка есть. Я теперь знаю, что и как. Ну, вот у меня вкладыш только большой для большой. Ну, у тебя может быть как раз он и... Можно вот просто нагреть нож. Вот здесь подрезать. Ножом и поставить. Если он большой, вот этот вкладыш, да? Но у меня есть и маленькие вкладыши. Любую такую свечку можно подрезать горячим ножом. Ногреваешь. Это же воск, он же плавится. Сожглась, эти лепестки остаются. Сюда поставила. Вот у тебя опять новая свечка. Ну, вообще, конечно, фантастический вот этот подарок такой, да? Да. На Новый год или на День влюблённых, там, или просто на День рождения, на что-то такое. Это тоже забери. Ой, спасибо. Надо коробочку побольше тебе дать. Ладно. Так вот. А мы будем чаёвничать, кофеёвничать. Меня здесь ждали. А, как я люблю вот эти тоже колокольчики. Лена, ты в этом году не делаешь, что ли, колокольчики? Да, ну, представляешь, ещё не делаю, но буду делать. Как без колокольчиков-то? Да, обязательно буду делать. Ну, ещё у нас вообще-то даже не 1 декабря. А вы когда хотите, 25-го начинать? Заранее надо. Я сегодня, я сейчас покажу, чем я занимаюсь. Покажи. Заказы, заказы. Это же хорошо. За тобой можно идти? Ну, можно. Это мастерская такая бардачная. Не бардачная? Вау. А, это драконы. Это драконы. Всех видов, да? Всякие разные. Ну, вот так они начинаются. Заказали светлых таких драконов. И это правильно. Я себе тоже наделаю таких и повешу вот на ту палку, где у меня обожор, да? Потом их можно вешать на окна, на верёвочках, на венок, да? Вот. И по-всякому можно абсолютно, по-всякому размещать. Ой, тут прям как у художника столько всего. Да, у меня вот это чей. Это последний столик. Ну, белый. Это я такие вот себе приклеиваю, чтобы не скутаться. Ну, понятно, чтобы знать чьи, да? Что, чьи, да. И откуда же красота вот рождается? Вот это вот, я так понимаю, столешница, да? Будет, ну, вот в чём заливается, да? А, вот они же розы лежат. А вот розы. Цветы все лежат. Цветы, да. Вот. Я почему такую акцию сделала? Потому что в этом году розы очень рассыпаются, очень пересыхают как-то. И я смотрю, они у меня уже и цвет теряют, и уже нету той сочности. И поэтому, думаю, их надо срочно. Срочно в смолу. Да, в смолу, чтобы их сохранить. А в смоле с ними ничего не будет? Они там не высветают? Ничего не будет, да, ничего. Ну, если только на, значит, смола, и вот этот стол боится яркого солнца, температура, когда больше сорока градусов. Смола, во-первых, у неё есть защита от уф-лучей, вот, но всё равно пробивает, и цветы выгорают. Но я хочу сказать, при этом у меня огромный стоуметр, да, да, да. Вот, на котором мы мастер-классы проводим. Выгорает, но красиво выгорает. Да. Люди приходят и говорят, ой, какой кря, я говорю, да он выгорит. Да вы что никому не говорите? То есть, как будто винтажный становится такой стиль. Класс. Ну, можно ставить в саду и скотёрочкой накрывать, когда полдень, когда жарище, либо в тенёк поставить. Потом лавочка, ни у кого не стоит же на солнце, на ярком. Да. Да, но дракошки классные, дракошки классные. Да, дракошки вот эти вот. Вот это костер, это шкура дракона. Вот на стол, если сюда ставить свечу, да, даже чашку, даже маслины сюда положить на новогодний стол, орехи, мёд, сыр, я не знаю, ну, как бы... Всё, что хочешь. Всё, что хочешь, да. Клубнику насыпать, к малину красную. Вечером, да, вечером. Или вот эту голубику. Ну, вот данный костер у меня уже купили, но я буду делать ещё. Кожа дракона. Вот, смотрите, на какую кожу. Вот этот дракон такой у нас. А вот эти драконы у меня сейчас, Лена, свободные. Тут драконы, сосульки, то есть это не под заказ. Сейчас всё Лена делает под заказ, а ты успела на заказах, смотри, сколько пролапы. Ага, тут тоже. Это я делаю? Олени. Какие-то остаются. Да, вот тут. Двух одинаковых не бывает. А, мне же ещё обещана подставочка. Подставочка. Вот это. Это и это. Ой. А мне нравится. Ой-ой-ой, какие. Ой, какие. А вот этот можно делать вот сюда, смотри. Это тоже дракон. Угу. Угу. Вообще. Вот эти, конечно, вообще хороши. 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 А вот моя подставочка под телефон. Очень удобная штуковина. Вот она, примерка столешниц к их столикам. Не всем достались ножки, но скоро у всех всё будет. Я не могу, я не могу себе представить, что это живые цветы, самые настоящие. Вообще, какие все разные, и нет ни одного повторяющегося. Посмотрите. Красота. И лавандочка тут, и розы. Ой. Правда, я прям балдею. Здесь прям жемчуга какие-то даже. Разбросанные. Класс. Как водится в женском обществе, мы, конечно же, заболтались друг с другом. Не на 40 минут, а на побольше. Отлично мы провели время. Телефон, конечно же, у меня разрядился. И снять, как я гуляла обратно уже с Леночкой, мне не удалось. Поэтому показываю вам сейчас калаш фотографий, которые успела сделать. И приглашаю вас вот в такую красоту побыть с настоящими цветами. А я безумно счастлива от того, что у меня теперь вот такой замечательный столик. Ой, не могу, не могу налюбоваться. А вы были на канале Кашпошница. С вами была я, Наталья Петровская. С прогулкой в очередной день. Завтра опять будем гулять. Приходите на канал. Если вам нравятся мои выпуски, ставьте лайки. Мне будет очень приятно.